Ох, ох, похоже ему не очень хорошо должно быть, он проголодался. Макси Плей, давай поделимся с ним едой. Надеюсь, она придаст ему сил. Макси Плей, твои кулинарные способности на высоте. Пайман говорит, что это совершенно беспристрастно. Вы отдаёте упадшему в оборот мужчине яичницу. Я словно родился заново. Это просто жареное яйцо. Он и вправду голодал. Ах, это невыразимая услада, что способна оживить мёртвого. Если бы я знал, что жареные яйца могут быть такими вкусами, я бы купил то мистическое яйцо у паренька. Что это за мистическое яйцо? Говорят, съев его можно отвезти от себя несчастья на целый день, если бы я купил одно или дюжину. Как-то уж очень подозрительно звучит. Пайман способна мгновенно распознать мошенничество. Кстати, как ты здесь оказался? В общем, я прославленный художник из Фонтейна. Я прибыл в Сумерово в поисках вдохновения. Можете называть меня Джульен. Вдохновение? В таком месте? Да, ты что, не мог найти более подходящее место, знаешь? Более живописное и безопасное? Кроме того, если ты художник из Фонтейна, почему у тебя при себе нет никаких вещей? Пайман поняла, ты разведчик в Атуре! Какие смелые выводы. Настолько смелые, что остается лишь гадать, какой жизненный опыт мог натолкнуть тебя на подобные мысли. Я художник и никто не... и никто более. Я просто... в общем, я подчеркнул... ...достаточно вдохновения и уже готовился вернуться в Фонтейн. Я не ожидал, что здешний климат будет настолько засушливым, и что по сравнению с ним долина Чэнь-Юй покажется болотом. И это еще до того, как начинали с чищаной бури, стоило мне переступить границу с Умеро. Должен признаться, мне больше подходит влажный климат, поэтому я планировал отправиться обратно по воде, чтобы полюбоваться пейзажами, но остался без плота. Да, я не умею плавать, поэтому могу представить, как нелегко тебе жилось в Фонтейне. Это так, хотя дело не только в том, что я не умею плавать. Ох, не будем об этом. В итоге я нашел место для отдыха у воды и несколько чайных листьев, которые не успели окончательно размокнуть. Позвольте мне отблагодарить вас. Хочешь пригласить нас на чай? Да-да, конечно. Я просто обязан отблагодарить вас и Ишницу, как я могу к вам обращаться. Ах, да. Паймон забыл представиться. Макси Паймон. А, какие блистательные имена. Прошу вас. Разделись со мной чай в моем лагере, это неподалеку отсюда. Это задание... О, кстати, как вы здесь оказались? Вы как я? Что? Как и ты приехали сюда ради искусства? Нет, конечно. На Макси Плей сертифицирован искатель приключений. Нет ничего удивительного в том, что она может оказаться в любой уголке Тайвата. Да, кстати, это задание находится вот здесь вот. То есть вы можете использовать или этот телепорт, либо, соответственно, телепорт в очищающий родник, спуститься вниз вот сюда вот. Меточку поставила вниз, прям в самый низ. Там дорога будет внутрь. И вы бежите, бежите, прям. И вот натыкаетесь на этого парня, который находится вот здесь. Такс, отлично. А куда нам лететь-то теперь? Где его лагерь-то? Художник в свободном... Это мне надо будет сюда опять, да? Как я понимаю, вот сюда куда-то бежать. Или нет? Или все-таки... А, нет. Здесь есть проход, о котором я даже не знал. Я не могу даже предположить, что здесь все так продумано. Кстати, а место офигеть классное. Смотрите, он выбрал. Очень красиво, слушайте. Самая настоящая помойка. Как у тебя язык поворачивается? Называйте это лагерем. Отсюда открывается неплохой вид. А пляж дает ощущение простора. Честно говоря, мне здесь немного комфортнее, чем в фонтейне. Что за жизнь у тебя была в фонтейне, это не совсем то, что Пайман ожидала от прославленного художника. По правде говоря, там, где я живу в фонтейне, тесновато, потому что я не привык кичиться. Возможно, но даже лагеря искателей приключений в дикой местности выглядят гораздо лучше, чем это. А где твой питомец? У меня нет питомца. Должно быть, это оставил искатель приключений, который останавливался здесь до меня, к слову. Я бы с удовольствием оказал вам лучший прием, но большая часть моих вещей упала в воду, когда плод развалился и плавать я не умею. Если бы вы нашли мои потерянные вещи, их можно будет использовать после того, как они побывали в воде? Я все тщательно упаковал, но есть вещи, которые, ох, ладно, если они потеряны, то потеряны. Я всегда могу нарисовать заново. Да, рисовать заново. А, давай поможем этому бедолаге. Мне больше не на кого положиться, вы моя последняя надежда. Я буду ждать вас здесь и приготовлю чай к вашему возвращению. Отправляемся на поиски. Ух ты, погодите. Я это не видел. Смотрите, какая красота. Мне кажется, вот это, кстати, будет соединяться с фонтейном, с локацией фонтейна, мне кажется. Вы не стоите, мы сейчас утонем. Ну, посмотрите на эту красоту. Сейчас попробуем. 40 метров. Один. Погодите, а, вон там еще есть. Ребята, извините, я потревожу вас. А, найдите вещи на пляже. Тут есть кое-что интересное, говорит Пайман. Но, нам предлагают еще куда-то сходить. Найдите вещи, а, на пляж. Там, смотрите, собака. Собака. Странно, откуда здесь взялась собака, похоже, она что-то храняет. Насторожно наблюдает за вами. Похоже, она умная. Издает короткий лай. Точно, мы же видели миску в лагере Жюльена. Может, это его собака? Все равно странно, ведь Жюльен говорил, что у него нет питомца. Ух ты. Собака побежала в сторону лагеря. Убежала. Давай потом расспросим Жюльена о ней. Пока пойму, интересно, что скрывается под этой кучей песка. А, не хочешь посмотреть? Ай, мне для этого надо будет все-таки поставить она и модель персонажа. Так. Это Мольберт, откуда они взялись? Это ведь им ничего плохого не сделали. Одолейте противника. Мы пытаемся украсть Мольберта, но ведь у нем нет ничего особенного. Вернитесь в лагере. Вернемся и найдем Жюльена. Если он уже пропал. О, а что в водках есть, интересно. О, понятно. А собаки-то нету? А, есть. Мы вернулись. Так это все-таки твой питомец. Издает угрожающий рык. Отлично, пер... Перст... Перчик? Теперь ты и на меня решил поручать. Забыл, кто тебя кормит. О, такой собаке есть имя. Но все ли в порядке с Жюльеном? Почему он ругается? Кажется, они прекрасно ладят. Ты называешь это прекрасно? Эй, Жюльен, мы нашли твои вещи. Кстати, Перчик ведь свой питомец. Зачем ты врал-то нам? Это неблагодарная собака? Да я лучше с гонщей разрыва объединюсь. Я сомневаюсь, что этот союз продлится долго. Да, если бы кто-то вроде тебя, умирающий от голода, солгнулся с гонщей разрыва яичницы по-три-ватски, не помогла бы решить проблему. Кстати, похоже, собака охраняла мольберт на пляже. Возможно, она хотела его спрятать? Правда? Плохая, плохая собака. Лает, кажется, в знак протеста. И ты еще жалуешься, если бы я не последовал за тобой в эту глушь? Я мог бы вернуться в Фонтейн, как и планировал. Ты же говорил, что в итоге выбрал путь по воде, потому что хотел полюбоваться пейзажем. Ай-яй-яй, врет. Ну ладно, на самом деле я не любовался пейзажами сюда приехал. Я просто следовал за собакой и оказался здесь. Дороги здесь очень извилистые. Трудно не заблудиться. А так вот, как все это было. Надо было с самого начала сказать нам правду. Почему ты этого не сделал? Ну, чтобы сохранить имидж пост прославленного художника. Когда ты вот так запинаешься, создается впечатление, что ты пытаешься нас обмануть. Мы и тебе не верим. Если говорить о пейзажах, то мы знаем несколько неплохих мест и поможем показать их тебе. Не нужно. Я имею в виду, что благодарен вам за помощь, но я прославленный художник, в конце концов. Я должен сам найти достойные пейзажи. Ах да, чай готов. Не хотите ли попробовать? И еще, у вас случайно не найдется жареных яиц? Ну, знаете, в качестве легкого перекуса. С каких пор яйца подаются к чаю? Точно, Макси Плей очень хорошо готовит. Знаешь ли, мы можем съесть и что-нибудь другое. Вы пьете чай со сладостями. Вкус чая не подается описанию. Этот чай... Мне его продал один друг. Говорят, что этот чай способен пробудить заложенную в человеке внутреннюю мудрость. Я наложу его вкус на весьма приятный. Нахожу. Можно мне еще чашечку? У тебя точно все в порядке со вкусными, с вкусовыми рецепторами? Не хочу показаться жатиной, но я пробуду в суммиру некоторое время. И чай мне еще пригодится. Спасибо за все, что вы сегодня для меня сделали. Но я уверен, что этого достаточно, чтобы отблагодарить вас. Все в порядке. Просто ты уверен, что тебе не нужна помощь в... Паймон не покидает ощущение, что ты можешь потеряться? Смысл паломничества, я хочу сказать, что смысл путешествия заключается в том, чтобы пройти его в одиночку. Не смею вас еще больше утруждать. Я пройду этот путь сам. Раз ты так решил. Только больше не доводи себя до голодного оборока. Художник. Художник, свободно плавание, спасите Жульена. Так неожиданно, на самом деле. Ну ладно, смотрите, я по-моему... А, вон, опять он сюда пришел. Вы серьезно, что ли? Смотрите-ка, второй день, спустя именно реальный день, появляется продолжение нашего замечательного задания. Но, видимо, нам нужно его и спасти. Решил он отсюда опять отправиться. На том же месте, где мы его спасли, первый раз он появляется опять. Да ловить себе, ну... Вот так будет поинтереснее. Ты в порядке? Я со мной... Спасибо, что спасли меня. Прошлой ночью мне приснился сон. Катер Пиллер стоял в конце паломнического пути и махал мне рукой. Это было странно, потому что путь представлял собой череду чещер. Там, в самом конце этого узкого пути стоял Катер Пиллер. Я побежал к нему. Но тут меня разбудил лай. Не обращай внимания на лай. Я счел это хорошим признаменованием. Взял свой набор для рисования набросков и отправился в путь. В итоге, в итоге я потерялся. А потом на меня напали киличурлы. Я не только не смог убежать, но и потерял сумку с набросками. Полагаю, для тебя это очередной день потерь. Разве можно меня винить? Здесь еще сложнее ориентироваться, чем в канализации фонтейна. Я слышал, что в Сумеру люди живут на деревьях. Может быть, это место... Сюда идут отходы со всего Сумеру? Ой, это очень вряд ли. Ах, моя жизнь сплошная очереда неудач. Одно непродуманное решение за другим. Зачем я покинул свое убежище сегодня утром? Во сне я увидел хорошее предназнаменование, но это был лишь сон. Как получилось, что я принял его за реальность? Ах, почему вчера я не был откровенен с вами и не рассказал правду о своих проблемах? Если бы я позволил вам быть моими проводниками, я бы не оказался в такой ситуации. И зачем я вообще уехал с фонтейна? Моя жизнь там была не такая уж плохой. Например, напротив, и с тех пор, как я покинул фонтейн, со мной не произошло ничего хорошего. Не сдавайся. Мы можем показать тебе потрясающие пейзажи. Но сначала мы поможем тебе вернуть потерянные вещи. Не возражаешь? Хотя мы не можем с уверенностью заявлять, что вернем их. Ах, хели-чурлы. Наверняка забрали их и использовали в качестве туалетной бумаги. Но в любом случае, это были не очень дорогие вещи. Будь честен. Да, даже если они стоят немного моро, они дороги тебе, не так ли? Мы и поможем их найти. Кстати, а где перчик? Разве он не с тобой? Бессердечное существо. Он давным-давно сбежал. Он давным-давно сбежал. Если я не ошибаюсь, он, вероятно, отдыхает в каком-нибудь своем укромном месте. В это трудно поверить? Ладно, почему бы тебе не вернуться в свой лагерь и не обработать раны? Мы найдем потерянные вещи, а потом присоединимся к тебе. Спасибо вам, друзья. Ах, на кого мы можем положиться в этой жизни, если не на друзей? Мы уже с ними друзья. Он сказал, что потерял свои наброски, когда выбегал, верно? В таком случае надо... Давай начнем поиски... Поиски... Поиски, поиски... Погодите. Это мне надо будет наверх подниматься, что ли? Или погодите? Нет. А-а-а. Они закопаны же... Не закопали же их. Где они могут быть? Мы сейчас тут всех хеличулов соберемся, все окрестности. Снова не то. Может, стоит идти вперед? О-о-о. Паук. Ой. Ну, этот сундук потом возьмем. Подождите, тут есть еще такой проходик небольшой. О, да. Сразу, зачем Киличурус стоят вокруг Мольберта? Исследовать. Очень похоже на Мольберт, что потерял и Жюльен, но все-таки это не он. Продолжим поиски? Скрытый критик. Мита Чурлос с огненным топором. Скрытый критик, да? Это имеется в виду как раз связано с творчеством нашего художника. Беликолепно. Ой, ой, ой. Смотрите, кстати, там холст-то пустой. Так, смотрите-то. Перчик. А, это перчик. Похоже, он что-то охраняет. Знакомая ситуация. Узнав вас, виляет постом. Он охраняет наброски из Жюльена. Перчик дважды лает и быстро убегает. Ну вот опять, как и в прошлый раз. Кстати, зачем Кили Чурлы наброски? Возможно, они хотят украсить интерьер. С чего вдруг? О, да. Ну мы-то хотя бы нашли, где... Ой, набросок выпал. Собака там нарисована. Это перчик, как настоящий. Это точно рисунок? Но почему-то цвет такой страны. Это было понятно, какая-то специальная фотокамера сделана. Вернемся в лагерь. Пайман чувствует, что перчик может быть уже там. А, так. Нам же сюда, да, как я понимаю? Ой, я заблудился. Я чувствую, что этот квест будет и продолжаться... Ух ты, погодите, секунду. Этот квест, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Если мы на второй день сюда пришли, и опять же удалось... Так, тихо, я... Дай бабочку. Ну, ладно. В следующий раз. На этом квест, наверное, не закончится все-таки, да. Жульен. Перчик и правда вернулся? Эй, Жульен, мы нашли твои наброски. Ах, друзья мои, спасибо вам. Подумай только, что вы прошли через все это ради ничего не стоящих вещей. Не говори так. Разве ты не прославленный художник из Фонтейна? Твои наброски можно дорого продать, да? Ну, наверное, да. Честно говоря, я не слишком задумываюсь о таких вещах, ведь настоящее искусство бесценно. Сразу видно, что ты прославленный художник. Твои слова наполнены художественным талантом. Кстати, мы обнаружили, что Перчик охранял твои наброски. Как и в прошлый раз, кстати. Да, Пайман уверен, что ты ему очень дорог. Ты говоришь о Перчике, который все время ведет меня по странным тропам. Столько бы я его... Сколько бы я его не кормил, а потом бросает меня одного наедине с хеличурлами? Ну, возможно, у него были какие-то свои соображения на этот чат. Что бы ты ни говорил, на самом деле он тебе очень нравится, иначе ты бы не сфотографировал его на особую фотокамеру. Фотографировать? Какие фотографии? Среди твоих набросков был снимок собаки, которая очень похожа на Перчика. Цвета были совершенно удивительными, ты использовал какую-то специальную камеру, чтобы сделать снимок. Эм, по правде говоря, это был мой рисунок, а не снимок. Так, правда, неудивительно, что ты стал православленным художником. Он выглядит очень реалистичным, а цвета подобраны весьма талантливо. Может, Пайман вас хваляет не то, что нужно? Не спрашивай меня, я тоже ничего не понимаю. Я не хотел так рисовать, я просто... Я просто хотел стать первоклассным художником. Скажите, неужели это действительно так сложно? Ах, простите, я не должен был врать вам, друзья. Стоит один раз соврать, как затем приходится врать еще больше. А я, по правде говоря, я всего лишь второсортный художник, который не может правильно различать цвета, как это делают другие. Но я не хотел отказываться от своей мечты, стать мастером, поэтому я воспользовался помощью друга. И теперь могу нарисовать что угодно в точности, так как оно выглядит. Но мои проблемы с восприятием цвета никуда не делись. Подожди, ты сказал, что можешь нарисовать что угодно в точности, так как он выглядит. Значит, эта способность не является результатом практики? Нет, у моего друга довольно обширные способности. Правда? Я не верю. Или лучше сказать, что я потерял способность рисовать вещи не так, как они выглядят. Я полагаю, это то, что называют платой за способность. Я знаю, звучит неправдоподобно, но... Жюльон делает для вас копию опыта Искателей Приключений. Вы изучаете копию и оригинал, и не находите между ними никакой разницы. Разница, пожалуй, лишь в том, что после прочтения копия оставляет в голове странное чувство пустоты. Будто вы читаете ее, но не прочли, будто время потрачено, а пользы никакой. Внешне копия ничем не отличается от оригинала. Я не знал знаменитым художником, я не стал знаменитым художником, но зато стал настоящим мастером подделок. Но разве это не противозаконно? Разумеется, именно поэтому, отбыв наказание, я твердо решил заняться чем-то законным. На этот раз я непременно стану настоящим художником. Но это способность рисовать вещи с предельной точностью, если бы кто-то другой, а не Катерпиллер, наделил меня ею, я бы назвал ее проклятием. Сейчас я похож на сломанную фотокамеру, способную создавать только фотографии с плохо подобранными цветами. Я верил, что если совершу паломничество по пути океанит, то смогу найти лекарство, которое позволит мне различать цвета так, как различаю другие, и наделит меня творческими способностями сродни тем, что присуще невинным детям. Кто такой Катерпиллер? Мой друг. Мой самый верный друг. Именно он сказал мне, что пройдя по пути океанит, я смогу пойти в суммиру, найти в суммиру лекарства, способное излечить любые недуги и дать человеку новую жизнь. Звучит очень подозрительно, что это за друг ты такой? Ты уверен, что он тебя не обманул? Он столько всего видел и знает. Зачем ему обманывать меня? Должно быть, это я в чем-то ошибся. Как я уже говорил, моя жизнь — это череда ошибок. Боюсь, что это чудодейственное лекарство находится под надежной охраной, и обычный человек вроде меня его ни за что не получит. Я уже смирился с этим. Готов поспорить, что даже Перчик не хотел следовать за мной в суммиру, иначе он не пытался бы переграждать мне дорогу на каждом шагу, получая взамен лишь ругательство. Надо было оставить его в фонтейне. Пайман думает, что он по-прежнему хочет быть с тобой? Ему определенно нравятся твои рисунки. Нельзя просто взять и сдаться. Ты умеешь утешать, но я больше не питаю надежд. Вы уже несколько раз приходили мне на помощь, но я так и не смог отплатить вам по достоинству. Как только я поправлюсь, займусь подготовкой к возвращению в фонтейн. Это может показаться дерзкой просьбой, но не могли бы вы проводить меня обратно к главной дороге? Ох, если бы я сдался раньше или меньше пытался сохранить достоинство, возможно, сейчас я шел бы по правильному пути. Конечно, мы провыводим тебя, только сперва тебе нужно хорошенько отдохнуть. Спасибо вам, друзья. Ух ты. Ну что, мы ждем продолжения? Мы ждем продолжения? Да, конечно. Конечно, мы ждем. Я думаю, что будет оно. И третий день. Опять художник с нами хочет пообщаться. Жюльен. Пайман Макси Плей, вы пришли. С друзьями гулять на природе намного веселее. Мы обещали показать тебе дорогу, быть проводниками не так уж и сложно. На самом деле, это проще простого. Ты уверен, что хочешь так? Скоро вернуться в фонтейн. Сумеру столько великолепных пейзажей, которых ты еще не видел. Тропический лес очень красивый. А много деревьев и рек. Я не сомневаюсь в их красоте, но, по правде говоря, я не подготовился должным образом к такой дальней поездке. Возможно, поездка была неудачной, но я считаю, что извлек из нее несколько ценных уроков. А ведь поблизости тоже есть на что посмотреть. Будет жаль, если ты этого не увидишь. Пайман плохого не посоветует. Раз вы настаиваете, полагаю, дальнейший отказ будет просто невежливым. Ах, Пайман самый лучший проводник и потреваться. Не забывай об этом пользу. Позволь, Пайман, указать тебе паути, не оставай. Ух ты, мы сейчас будем его отправлять в Уазис в Рукаша. Это интересно. Не, ну, кстати, там действительно очень красивый пейзаж. Где он такой, может еще увидеть? Это место наполнено ароматом природы. Разве тебе не хочется сделать наброски? Оно не вдохновляет тебя? Вот это точно стереотип. Да, но у Паймана возникает желание взять в руки кисть. Понимаешь, это место так полно жизни и цвета такие яркие. Хе-хе. Ой, извините. Извини, Пайман. Не это имел в виду. Да все в порядке. Я просто вижу пейзажи по-другому, вот и все. Красотой нужно делиться, не так ли? Точно. Пайман любит это место. Оно словно очищает сердце и душу. Нельзя сказать, что тебе это нужно, Пайман. Друзья мои, спасибо, что проявили ко мне доброту. Несмотря на то, что я с самого начала обманывал вас. У вас воистину чистые сердца. Это действительно очень красиво. Не нужно так сильно переувеличивать. Есть и более уникальные пейзажи. Пайман уверена, что ты все поняла, Макси. Плей, давай покажем Жюльену это место. Это место. Поговорите с Жюльеном. Говорят, что художники, прежде чем приступить к работе, рассматривают свой объект с разных сторон. Это какой-то стереотип. Мы могли бы сначала осмотреться, а если ничего не найдем, то поищем более подходящее место. Звучит вполне разумно. Я готов отправиться в путь. Ну что, помчимся к цели? Ты готова? Макси, плей. Идем. В путь. Куда они направляются-то? О! Вот это неожиданно. Вот это очень неожиданно. Секунду. Вот так задачка. А у них еще комментарии были какие-то. Погодите, это не конец. Что? Нет! Нет! О! Это хорошо. Это хорошо. Здесь, на тот случай, что со мной произошел... Так, мы должны прыгать. Отлично. Это вообще, в принципе, не имеет значения. Мы можем просто летать. Ух ты! Это было очень легко. Пять минут давали на это все, что ли? Я не думал, что рисование отнимется столько сил. Если бы я знал это, я бы... Похоже, Жильена очень непросто. А, они вот туда смотрят. Посмотрите. Ух ты! Уфу! Ну, я только недавно залечил раны. Здешние пейзажи поистине уникальны. Странно, что я раньше этого не замечал. Впереди тоже неплохой вид. Хочешь пойти туда? Только будь осторожен. Покиньте точку обзора и идите дальше. Не, ну, действительно, места очень красивые. Что касается особого пейзажа, про который мы говорили. Пайман считает, что Жильен и Перчик могут просто насладиться, видимо, этим пейзажем. Покажите Жильену необычный пейзаж. И тут я начинаю... А, а, он хочет, чтобы я вот так вот сделал, что ли? Очень, скорее всего. Но мы это уже знаем. Я угадал? Да, скорее всего. Очистите все цветы. Кстати, я же прошел этот мини-квест раньше, чем получил вот именно это задание. Поэтому, возможно... Надо было иначе все сделать. Ну, ладно. Ой, ой, ой! Знакомая ситуация. Тут еще и на время, кстати. А... Что? А, еще есть. Заметил. Как тебе этот вид? Красиво, да? Перчику тоже нравится. С словами не описать эту красоту. Катерпиллер был прав. Мир за пределами железной клетки не объятен. Железной клетки? Ты говорил, что Фонтейни у тебя тесноватая. В сумеру есть на что посмотреть. Точно. Он решил стать настоящим художником. Так что давай немного сменим обстановку, чтобы... Как это называется? Расширить горизонты. Он сказал, что хочет сдаться. Но Пайман считает, что рано. Так говорит. И еще есть время передумать. Только подумай об этом, Жюльян, там... Могут быть такие же грандиозные пейзажи, как этот. А может быть даже более грандиозные. Такие, каких ты никогда не видел. Может быть, они дадут вдохновение, которое тебе так нужно. Что касается твоего восприятия цвета, ты сам сказал, что... Просто видишь пейзаж по-другому. Красотой нужно делиться. Согласен? Да, звучит вполне разумно. Это твои собственные слова? Ха-ха. Я так и знал. Я знал это, но продолжал идти по ложному пути. Мы узнали об этом месте только потому, что Перчик привел тебя сюда. Разве можно считать это ложным путем? Жаль, что мы не смогли помочь тебе найти путь паломничества океанит. Хотя... Он вообще существует? Да, до этого момента я верил, что он существует. Но... Думаю, что неважно, были ли успешны мои поиски. Главное то, что я нашел долгожданный ответ. Спасибо, друзья! Как мне вас отблагодарить? Если бы я только купил то мистическое яйцо, что может отгонять несчастье, оно наверняка пригодилось бы искателям приключений вроде вас. Да, и правда, жаль. Макси Плейт, и что, во все это веришь, что ли? Я останусь здесь ненадолго. Это место успокаивает душу и хорошо подходит для размышления. У меня есть предчувствие, что на этот раз я смогу нарисовать что-то особенное. Спасибо, друзья! Дорогие! Желаю вам удачи в путешествии! Чудесное путешествие! А это конец, интересно? Так, а... Можно? Завершите ху... А, мы завершили полностью! Мы завершили полностью, поэтому мы и получили достижения, ребят. Не забываем подписываться на все каналы, ссылочки на них вы найдете в описании к этому видео. На все без исключений, для меня это очень важно. Подпишитесь, напишите комментарий, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И смотрите мои видео до конца. Ох, какая красота, ребят. Увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok